Всем привет! Сегодня залил новый патч на Google Диск. Сейчас делаю небольшой видеообзор того, что изменилось относительно предыдущего патча, который был 12 декабря 2020 года. Ну, поехали, давайте зайдем в игру. Нет, сначала артефакты назову так. Вот, 27-го кольцо защиты от молнии немного изменилось, добавилось плюс один к защите. Пояс элементарий теперь дает плюс два колдовцу и к знаниям, к общим. И кольцо изгнания тоже добавляет два колдовцу и к знаниям. Далее идет внешность, большой пак изменений. Вот, тут видим, я буду их показывать как раз таки уже в игре. Ксерон получил внешность повелителя. На какой карте будем? Ну, это здесь, на тестовый покажу. Он у меня там стоит. С передвижением, конечно, не все так хорошо, как хотелось бы. Немного перепробовал, пока остановился на анимации передвижения мясников у орков. Тоже плохо, меч багует, так сказать. Но в остальном все-таки прикольно в бою он бегает. Давайте посмотрим, что он творит. Допустим, каст. Нет, намедленная анимация для начала покажу. Нет, давайте с атаки начнем. И раз, два, бум. Вот такая вот у нас анимация атаки. Анимация каста обычная. Как он и раньше колдовал. Ну, и на большой скорости. Играться-то все будет, по сути дела, по сети. По сети играем мы всегда на большой скорости. Смотрим, как это будет. Оп. Все быстро. И, в принципе, гладко. Так, и атака, как она на большую анимацию, она быстро идет. Да, вот так вот. С этим разобрались. Далее, ксарфакс, внешность Орландо. Но, по идее, конечно, те, кто играют в героев, знают, как он выглядит. Но, тем не менее, будем всех показывать. Так, вот он. Вот такой вот у нас ксарфакс нынче. Далее. Нибрас. Так, его поставим быстрее, а тут найти вот он, Нибрас. Нибрас выглядеть-то у нас вот так. В принципе, соответствует шлем картинке. Вот оно. Текс. Аргат. Аргат получила внешность Куджин. То есть, у нас по дефолту, конечно, все... Так сказать, варварки. Имеют внешность Орка. Ну, вот теперь женские персонажи имеют внешность Куджин. Вот такую вот. Гаруна тоже Куджин. А вот Хагеш я перекрашивал волосы. В черный не слишком... Ой, нажал не так. Не то, чтобы прям заметно. Но, тем не менее. Не то, да. Вот она у нас брюнетка. Как мы видим, по аватарке у нее черные волосы. Ну, и здесь, соответственно, так же. Так, кто у нас тут? Терек. Терек получил внешность Гатая. Хилгор. Терек, где у нас тут? Вот он, Терек. Вот такой вот у нас зеленый грибной Орк. Немного подкрашенная кожа. Соответствует его аватарке. Текс. Идем дальше. Барагус. Теперь выглядит как компанейский курак. Тоже, думаю, все знают. Но так как видео записываю, как раз таки для того, чтобы все продемонстрировать, будем показывать. Повторой разве что показывать не буду, чтобы не повторяться. Вот, видим, вот так он выглядит. Текс. Жабаркас. Такой он желтоватый у нас. Вот он. Тоже ближе к зеленому, но все же. Да, оно смотрится не очень прям идеально, но тем не менее ближе все-таки к аватарке цвет, чем коричневый. Так, Ирана получила внешность шадии. Волосы, по-моему, я ей уже перекрасил. Давайте посмотрим. Варлоков пока еще не хватает четырех героев. Я собирался добавить по восемь каждой фракции. В общей сумме 64, но пока добавил 60. Вот у нас Ирана имеет такой вот шадии, но с красными волосами. Так, поехали дальше. Ирбет и Эрин имеют внешность Илай. То есть они у нас на аватарке с белыми волосами. Илай у нас тоже с белыми волосами. Давайте посмотрим на кого-нибудь. Ну, пускай будет Эрин. Вот так вот у нас Эрин выглядит. Туда. Мисклик. Илай показали. Райлага мы тоже все знаем, но показываю. Это у нас Геон. Единственный и неповторимый. Вот так он у нас выглядит. Мутара. Мутара это человек. И выглядит она как человек. Пока не совсем идеально. Надо будет еще подправить. цвет волос. Возможно, в будущем. Покрасить в красные волосы. Так, что у нас идет дальше? Аделаида. Ну, это внешность Фрида. Давайте на десятке это смотреть. Как бы. Где она тут? Вот она. Вот она. Вот так она у нас выглядит. Опять-таки повторы показывать уже не буду. Поэтому. Миф. Тоже выглядит как Фрида. Аделида. Выглядит как Изабель. Вот сейчас я мутары запускал. Вот так же она выглядит. Айрис тоже. Элайна тоже. Вполне возможно, кому-то из них тоже волосы перекрасим. Под цвет аватарки. Ласло получил красный аватар. Это, в принципе, можно сказать, довольно-таки канонично. Вот так вот он у нас выглядит. Рион. Вот это уже интересно. Рион у нас выглядит как бета-монах. Приезд не улучшенный. Давайте смотреть, как же это выглядит. Вот. Мастер по первой и последней помощи по палатке. Как Каспар. Вот так вот у нас выглядит Рион. С молоточком. Приезд. Монах. Далее у нас идет Сэр Мюллих. Сэр Мюллих выглядит у нас как бета-паладин. Вот он у нас специалист по ауре скорости. Небольшой бонус. Пол процента. К 40 уровню это 20%. Герой-артефакт. Герой-артефакт. Кольцо скорости. Вот так вот он у нас тут выглядит. Давайте зайдем внутрь. Вот такой вот синий красивый бета-паладин. Необычно. Приятно глазу. Так. Артефакты. Тут пара изменений. Вот там парочку я называл. Здесь корона лидерства теперь. Это довольно приятный такой артефакт. По подобию стандалий святого. Плюс один ко всем статам. И корона всевидящего теперь добавляет плюс один к нападению знаниям. И ценник у нее увеличился на 2000. То есть 1000 за нападение, 1000 за знания. Так. Лоэнс у нас получил внешность бета-версии Клерика. То есть улучшенного монаха. Смотрим. Вот он у нас Лоэнс. Выглядит конечно это очень даже интересно, необычно. Вот такой у нас мужичок лысый. С нимбом. Вот так вот он у нас выглядит. Он у нас специалист по молитве. Как Годрик. Ему как раз соответствует. Так. И... Ну это такое геймплейное изменение. Убрал я у них руну слишком умбовая. Дал им руну дракобличья. Тут у нас в клинке у каждой фракции два существа получили по одной руне. И пока я экспериментирую. В боях смотрю, что более как балансно, а что нет. В лидерке теперь обновленная руна. Гномам в нее выйти сложнее, но зато все остальные тоже в нее могут выйти. Такие вот дела. С этим еще будем долго разбираться. Практика только покажет, где что хорошее. А где что слишком имбовое. А где что слишком слабое. Так, ну вот обзор данного патча можно считать законченным. Основной упор делался на внешность. И я думаю, получилось у многих героев очень даже приятно красиво. Всяко лучше, чем было изначально, когда у нас все герои, особенно женские персонажи, выглядят как мужики в форуме. Всем спасибо. Увидимся в будущих обзорах патчей.